И гиревой спорт – это прекрасный способ воспитания себя как личности. Иван Денисов знает, о чем говорит. В тяжелой атлетике он уже 23 года. За это время стал заслуженным мастером спорта, а также абсолютным рекордсменом России и мира. Сейчас возглавляет любительское движение. Признается, настоящий гиревик должен быть не только физически развит, но и обладать силой воли. Там зачастую очень тяжело. Но именно преодоление себя на тренировках и, конечно же, на соревнованиях, умение себя настроить. То есть дисциплина обязательно нужна. Воля нужна. Характер, который позволяет эту волю воспитать себе, тоже нужен. Бывает, смотришь на человека одуванчик, но с огромной волей, с таким прям желанием добиться своего, что он хочет. Подобные соревнования проводятся на регулярной основе уже второй год. Но этап мировой серии Гран-при на Владимирской земле впервые. Любые соревнования для спортсмена – это какой-то определенный контрольный срез, который помогает показать ему самому, во-первых, то, чего он достиг в рамках тренировок, насколько он развился и в боевых условиях проверить себя. Спортсмены соревнуются в двоеборье, выполняют рывок и толчок. Главное требование – фиксация. Только когда вес зафиксирован в определенном положении, судья дает сигнал, и спортсмен переходит к следующему этапу. Важно правильно распределить нагрузку. В рывке гири Владимир Кобзарь выработал свою тактику. Я мысленно разбиваю 10 минут на три равных отрезка. В первый отрезок я щупаю себя, то есть щупаю темп, который я продержу. Потом во второй отрезок я этот темп пытаюсь удержать. И третий отрезок я завершаю его с ускорением. После нескольких десятков движений вес гири увеличивается. Секунды превращаются в вечность. Вот здесь и пригодится сила воли. Андрей Савинов в этом виде спорта всего три года. Пришел попробовать, и теперь это часть его жизни. Мне кажется, меньше уставать стал. Больше выдерживать всяких даже бытовых нагрузок. Ну, как бы встречаясь в жизни с какими-то трудностями, достаточно вспомнить вот эту десятиминутку и становится легче. В соревнованиях участвуют как взрослые спортсмены, так и молодежь, в том числе девушки. Уровень подготовки, естественно, у всех разный. Но однозначно для каждого, кто вышел на помост, это проверка своих сил. Александр Инин, Владислав Мальцев и Дмитрий Шаталов.